скажите пожалуйста аллах верующим в куране говорит что верующий будет под защитой и никто ему не навредит а вот в истории мы видим что только из халифов своей смертью умер абу бакр остальных убили вопрос значит аллах не оставил без защиты но ты увидишь аллах подразумевает под защитой может одно а мы исходя из человеческой слабости которая нацелена на сохранение своей физической жизни любой ценой то мы может быть считаем понимаем под защитой вообще другую вещь а если человек умер своей смертью значит аллах не защитил его от смерти получается нет аллах называет защитой строгое соблюдение и следование прямом пути вот и то есть от защиты аллаха от того чтобы сбиться с правильного пути но физически физическую жизнь сохранить это это не защита это с одной стороны потому что убивали также и пророков абу бакр это простой человек сколько бы его не хвалили это всего лишь человек не пророк но всего лишь человек вот убивали также пророков хотя аллах их защищал всю жизнь даже тогда когда убивали физически вот но там еще есть другие другие причины люди сбились с правильного пути сразу же после кончины физической кончины пророка и далее последующие события были естественным результатом вот этих ошибок потому что абу бакра избрали не путем совещательности когда его избирали там было вообще мало людей даже пророк еще не был похоронен на все были заняты его похоронами а они из-под тишка втихаря путем шантажа умар там делал шантаж хотят и и даже те кто там собрался не все были согласны это уже первый шаг сразу после смерти это не по курану было а дальше естественное продолжение вот этой ошибочности 되지 а